И начинаем с официальных событий дня. Минск и Вена подтверждают высокий уровень и позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества. Во Дворце Независимости сегодня состоялись переговоры президента Беларуси с федеральным канцлером Австрии. Это еще один шаг для определения дальнейших перспектив и стратегических планов. Здесь выстроена прочная база. Плюс ко всему и политики знакомы давно. Ранее Себастьян Курс уже дважды посещал Беларусь в качестве главы МИД Австрии. Европейское государство играет важную роль в модернизации ряда отраслей белорусской экономики, в том числе деревообработки, телекоммуникаций, банковского сектора. Страны далее намерены расширять взаимодействие по обозначенным, а также другим инновационным направлениям. Еще одна из приоритетных задач увеличения взаимного товарооборота. Безусловно, экономика – центральная тема переговоров. Но Александр Лукашенко и Себастьян Курс откровенно обсудили ситуацию в европейском регионе. Акцент на безопасности. Глава государства озвучил и свое видение будущих отношений по линии Беларусь-ЕС. Полная картина переговорного дня у Вероники Буты. Эти кадры сняты накануне. Тот случай, когда съемку не назовешь протокольной. Визит Себастьяна Курса в Беларусь двухдневный, но первым делом политики встречаются отнюдь не в залах для переговоров. Белорусский тростенец для австрийцев – это настоящий мемориал национальной памяти. Здесь в годы Великой Отечественной погибли 10 тысяч жителей Австрии. Свой визит в Минск федеральный канцлер начинает отсюда. Вместе с главой белорусского государства открывают памятник, массив имен. Этот монумент – лучший пример того, что сегодня нам нужна исключительно миролюбивая политика. Подобные объекты – урок истории для нас, современников. Помнить каждую личную трагедию во имя нашего завтра. Нельзя допустить повторения подобных трагических событий в новейшей истории. Об этом чуть позже в Твиттере напишет Себастьян Курц. Сегодня в Малом Тростенце в Беларуси я удостоился чести открыть массив имен. Монумент, посвященный памяти австрийских евреев, убитых нацистами. Это напоминание нам и наказ бороться с антисемизмом в Европе. Себастьян Курц – активный пользователь соцсетей. На своих страницах делится и мыслями, и обратной стороной работы канцлера. На этот раз сразу несколько заметок о Беларуси. Сотни тысяч подписчиков прочитали и о сегодняшних переговорах с Александром Лукашенко. Это тот случай, когда и без переводчика, понятно, страны понимают друг друга и идут в одном направлении. Переговоры во Дворце независимости – это еще один шаг для определения дальнейших перспектив белорусско-австрийского сотрудничества и сотрудничества по линии ЕС. И глава государства благодарит высокого гостя за вклад в это сближение. Вы себя чувствуете, как вы сказали в Беларуси, нормально, отдохнули хорошо. Но, тем не менее, позвольте мне еще раз официально во Дворце независимости, символе нашей независимости, независимости нашего государства, приветствовать вас. Вы для нас всегда желанный гость. Вы никогда не боялись приезжать в Беларусь, и мы это очень ценим. Я очень хорошо себя чувствую в вашей стране. Да, я относительно молод, однако за те немногочисленные годы, во время которых у меня была возможность заниматься политической активностью, мы с вами уже имели возможность встречаться. Себастьян Курц – самый молодой в Европе глава государства. Объясню. Пост канцлера – это аналог должности премьер-министра в большинстве республик. Функции президента в Австрии символические, поэтому руководителем страны часто называют именно канцлера. Так вот, в этом году ему исполнится всего 33. В должность он вступил и того раньше в 31. Родом из простой семьи инженера и учительницы, политикой увлекся в 17, в 26 уже возглавил МИД. К слову, в это время еще студент Венского университета из-за плотного графика был вынужден прервать обучение. Себастьянам Курца многие политологи связывают этап укрепления, во-первых, белорусско-австрийского партнерства, во-вторых, потепление отношений в целом со странами Европейского Союза. В последнее время австрийская тема все чаще звучит в белорусских средствах массовой информации. Не менее регулярны визиты в нашу страну австрийских делегаций самого разного уровня. Для самого господина Курца это уже третий визит за 4 года. В качестве канцлера Себастьян Курц, да, в Минске впервые. Но в 2015 и 2017 он уже был в Беларуси как председатель УБСЕ и глава внешнеполитического ведомства Австрии. И дважды встречался с Александром Лукашенко. В статусе канцлера инициировал телефонный звонок с главой белорусского государства. Тогда Курц приглашает президента посетить Вену и получает ответное приглашение прилететь в Минск. Поэтому политики знакомы давно и достаточно хорошо. Александр Лукашенко сегодня даже признается. Он внимательно прочел даже дважды статью Курца в газете «Девельт». И ему понравилась точка зрения канцлера на развитие Европы. Если кратко, то в ней говорится, всегда надо учитывать национальные интересы, а решение принимать быстро и согласованно. Европейцы производят впечатление сытых, самодовольных и инертных. И часто у них нет воли к тому, чтобы находиться на вершине. Отдельное внимание в статье «Экономическому развитию европейского региона» и укреплению отношений с соседними странами. Нужно сохранить европейский образ жизни для будущих поколений. А для этого европейцы должны скорректировать свой курс и при необходимости принять смелые решения относительно будущего Европы. Взгляды Беларуси на развитие европейского региона, да и в целом по международной повестке, схожи с австрийскими. Мы готовы сотрудничать с ЕС, но только с учетом национальных интересов. Я еще раз хочу подчеркнуть, с такой Европой, которую вы видите сегодня и завтра, мы готовы сотрудничать по всем направлениям. И ваше предложение о том, что национальное правительство, если они могут лучше управлять процессами, которые не противоречат в целом Европе, они должны управляться национальными правительствами. А Европейский Союз должен заниматься теми вопросами, которыми он должен заниматься. Вы, например, проводите внешнюю политику, в какой-то степени оборонную политику. Это абсолютно правильно. Но самое главное, с чем я согласен с вами, это принятие решений. Вы часто нас в былые времена критиковали за то, что у нас слишком серьезная бюрократия, но то, что творится в Европейском Союзе сейчас, ну это просто из области некой комедии. Решения надо принимать в современном мире очень быстро, и решения должны быть смелыми, о чем вы там говорите в этой статье. Я хочу, чтобы вы знали мою твердую позицию. Я категорически против распада Европейского Союза и ослабления Европейского Союза. Я схожу из прагматичной точки зрения. Европейский Союз – это одна из основных опор сегодня стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах. Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, части России – очень будет сложно. Все-таки четверть мирового производства, поэтому Европейский Союз надо сохранять. Естественно, как я уже сказал, я с вами согласен, Европу, Европейский Союз надо модернизировать. Но ни в коем случае не в направлении развала. Мне очень важно, чтобы Австрия, как часть Европейского Союза, могла выстроить добрые, долгосрочные отношения с вашей стороной. Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с Европейским Союзом, без разрыва ваших партнерских отношений с Россией. На мой взгляд, этот подход и-и-и значительно более продуктивен, чем подход или-или, который может сыграть отрицательную роль. Это касается не только вашей стороны, но и других стран в регионе. Да, политические контакты отличаются хорошей динамикой, но товарооборот пока отстает. Если наше сотрудничество перевести сугубо в цифры, то получим более 170 миллионов долларов товарооборота. Причем белорусские поставки выросли в два раза. Хотя по-прежнему покупаем у Австрии гораздо больше, чем продаем сами. Привозим в основном оборудование и лекарства. Однако, 170 миллионов – это меньше, чем даже количество инвестиций в нашу страну. Стороны договорились, нужно наращивать темпы. Один из ближайших инвестиционных проектов Беларуси в инфраструктуре – реконструкция республиканской дороги М-10. За нее готов взяться крупный австрийский концерн. В самой Вене подход к строительству дорог серьезный, вплоть до вычисления нужных размеров, форм и щебня. Такая скрупулезная работа со строительным материалом ляжет на плечи белорусских партнеров. Сотрудничество началось еще при строительстве Брестского мусороперерабатывающего завода почти 10 лет назад. От совместной работы выигрыши остаются все. Мы оказываем поддержку инвесторам из Австрии. В частности, если австрийский концерн заинтересован реализацией данного проекта, то мы готовы на месте такую поддержку оказать. Плюс австрийский концерн готов привлечь инвестиции и финансирование для реализации этого проекта, а также привлечь новые технологии в Республику Беларусь. Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в белорусскую экономику. Так, в прошлом году вложили около 300 миллионов долларов. Всего в нашей стране зарегистрировано более 80 предприятий с австрийским капиталом. Больше века назад ныне весьма солидный австрийский бизнес начинался с простой лесопилки. Сейчас это четыре десятка заводов и тысячи сотрудников по всему миру. В Беларусь компания по деревообработке пришла в 2011-м. Вложили больше миллиарда евро. Теперь имеем заводы в Самаргоне и Могилёве. Вы знаете, господин канцлер, вы вчера коснулись этого вопроса. Я с вами согласился, что у нас глубокие корни нашего сотрудничества. Они еще там, в советских временах, когда ведущие австрийские компании откликнулись на просьбу руководства Советского Союза и строили здесь самое современное предприятие. И эти предприятия и сегодня являются, можно сказать, одними из лучших предприятий, особенно в промышленности нашей Беларуси. Мы всегда приветствуем ваши инвестиции. В Беларуси я вчера сказал, если у ваших крупных компаний есть интересы, а вы об этом говорили, что они есть в Беларуси, я готов лично с руководителем любой компании, которой вы обозначите, вести диалог по производству здесь, совместному производству тех товаров, которые вы соштете нужным. Чуть позже канцлер поблагодарит президента за такую возможность лично обсуждать вопросы с главой государства. В целом, компании из Австрии успешно работают на нашем рынке, и это взаимодействие стоит продолжить об этом, Себастьян Курц, скажет уже премьер-министру страны. В формате рабочего завтрака стороны обсудили нынешние и будущие контракты. Австрия сегодня играет важную роль в модернизации ряда отраслей экономики страны, в частности в деревообработке, телекоммуникациях, банковском секторе. А потому неудивительно, что стороны не просто обсуждали политику, а прежде всего говорили именно об экономике. Такое заявление для прессы по итогам встречи сделают президент и канцлер. Мне очень импонирует, что, несмотря на свою молодость, австрийский канцлер глубоко погружен в торгово-экономические отношения Беларуси и Австрии, и хорошо владеет вопросами экономики. Очень надеюсь на продолжение наших контактов и поступательное развитие белорусско-австрийских отношений. Откровенно говорили на самые разные темы. От тесного политического и экономического диалога до гуманитарных контактов не обошли стороной тему безопасности в регионе. Вена, как и Минск, играет роль своеобразного моста между Западом и Востоком. Курц и новое руководство Австрии давно известно своим желанием вернуть былые отношения между ЕС и Россией, отменить санкции при выполнении Минских соглашений. Потому канцлер особо подчеркивает важную роль нашей страны в геополитике. Хочу еще раз подчеркнуть необходимость расширения выстраивания нашего партнерства. Не только партнерства по линии Австрия-Беларусь, но также по линиям ЕС-Беларусь, ЕС-весь регион. Хочу поблагодарить вас за ту роль, которую вы играете в регионе, в установлении мира. Мы, в частности, обсуждали украинский конфликт. И те Минские соглашения, которые здесь были достигнуты, и ваша работа по функционированию контактной группы, вносят большой вклад в стабильность региона. На память об этой встрече политики обменялись подарками. Зная об увлечении белорусского лидера лыжным спортом, Себастьян Курц преподнес Александру Лукашенко горные лыжи. Должен вам сказать, что я хорошо знаю, что у вас страна лыжная, и этим лыжам я научился вам встретить. Первые мои шаги были в арабе. От нас икона святой Софии Слуцкой и тот самый знаменитый шоколад-президент. Шоколад, который мы делали, чтобы он был не хуже швейцарского. Попробуй сюда. К слову, они уже улетели в Вену. Двухдневный визит канцлера завершен. Следующим шагом на встречу друг другу Себастьян Курц назвал личную встречу с Александром Лукашенко уже в Австрии. И выразил надежду, что плотный график главы белорусского государства все же позволит ему приехать в Вену до конца года. Вероника Бута, Антон Малюта, Виктор Шпак, Алексей Юнош и Евгений Нитов. Агентство теленовостей.